Всем привет! Сегодня у нас 6 августа. Тема наша это Amza Control. Изменения, улучшения. Куда мы будем двигаться дальше? Что уже произошло с программой? Приступай. Только включи микрофон, пожалуйста, Алис. Добрый день. Вернее, вечер. 20 минут для тех 8 человек, включая нас с Денисом, который присутствует на этом вебинаре. Денис сообщил мне, что лайв-трансляция в Фейсбуке – это прошлый век. Получим качественную картинку и качественный звук. Все, кому интересно, посмотрят в записи. Кстати, где будет запись, Денис? На YouTube-канале. На YouTube-канале. И, естественно, везде и в Facebook-группах, везде, в любом случае. Везде, да. Так что все, кому интересно, смогут в качестве посмотреть. Значит, о чем сегодня пойдет речь? Мы говорим про Amza Control. Я хочу рассказать о техновых введениях. В последний раз у нас был вебинар на тему Amza Control, наверное, месяца 3-4 назад. За это время у нас огромное количество изменений. Но перед тем, как я начну обзор, я хочу еще раз напомнить о том, что... Меня зовут Михаил. Я являюсь сооснователем компании Amza Control. Мы немецкая компания. Продаем мы, значит, наш софт по всему миру. У нас на данный момент уже больше тысячи пользователей активных, заходящих как минимум несколько раз в неделю. Мы позиционируем себя как самый точный тул по расчету прибыльности. Но сегодня я расскажу о дополнительных тулах, которые мы разработали за это время. По ходу вебинара я буду делать паузу, и у вас будет возможность задавать вопросы. Я выберу один самый интересный вопрос, и используя ссылку, которая будет находиться под записью этого вебинара, который разместит Денис, вы получите 2 месяца бесплатно. А задав самый интересный вопрос, вы получите 3 месяца бесплатно. Вот такая мотивация. Значит, еще пару слов, буквально 5-10 минут. Бухгалтерский управленческий учет. Я все время, так чтобы было понятно, я люблю объяснить коротко и понятно, в чем разница. Очень многие не понимают, что бухгалтерский учет нужен только для того, чтобы рассчитать налоги и сдать отчетность государству. То есть в зависимости от того, где находится ваша компания, где находится ваша юрисдикция, где вы платите налоги, задача бухгалтерской отчетности только одна. Это проверить, чтобы государство проверило, правильно ли вы платите налоги. Соответственно, решая эту задачу, ни о какой оперативности, аналитике речи идти не может. Управленческий учет решает совсем другую задачу. Управленческий учет решает задачу управления предприятием в реальном времени. И наш софт, IMZ Control, дает возможность получать прибыль в реальном времени и осуществлять именно управленческий учет. Что значит осуществлять управленческий учет? Что значит управлять компанией в реальном времени? Давайте это все какие-то общие слова. Давайте как-то конкретно. Вот, например, каждый из вас, я уверен, задается вопросом, а сколько денег я могу вывести из оборота? Вот закончился месяц. Хорошо, ты наемный сотрудник, у тебя есть зарплата, ты ее получил, а вот ты управляешь своей компанией. В конце месяца у тебя 10 тысяч долларов. Тебе нужно принять решение, а какую часть из этих денег ты можешь вывести? А какую часть денег тебе надо оставить? На какую часть закупить товар? Также вы задаетесь уверенными вопросами, а сколько точно я зарабатываю? Ну окей, я вижу, сколько денег у меня было на начало месяца, на конец. А сколько точно я зарабатываю? Сколько заработал за этот месяц? И вообще, как посчитать свой заработок? Каждому из вас хочется не только понимать, сколько денег он может выдачить, но такую музыку... Сейчас, секунду. ...чать. Денис, это у тебя? Сейчас, секунду, нет, не у меня. Вот. Маленькое музыкальное отступление. Так вот, кроме того, что вам нужно понимать в конце каждого месяца или в середине, на любой момент желательно, понимать, а какую сумму вы можете вывести из бизнеса, вам желательно понимать и прогнозировать, а какую сумму вы можете вывести в следующем месяце. Вы хотите поехать куда-то, отдохнуть, к вам подходит жена и говорит давай, или муж, если вы продаете, значит, и говорит давай поедем в следующем месяце или через два месяца. Тебе нужно понимать, а будут ли у тебя деньги, сколько денег ты сможешь вытащить. Ты хочешь прогнозировать. Также вам нужно понимать, какие товары прибыльные и какие нет. Возможно, вы привлекаете партнеров, и тогда у вас возникает еще больше вопросов. Партнеров, я имею в виду, вам кто-то дает партнерские товары, и вы хотели бы видеть прибыльность товара партнерского, а отдельно видеть прибыльность своих товаров. А возможно, вы уже давно торгуете на Амазоне, и вы решили продать свой бизнес или привлечь инвестора, и наоборот, развить свой бизнес. Как показать инвестору или будущему покупателю, сколько стоит ваш бизнес? Ему нужно показать финансовую отчетность, ему нужно показать аналитическую отчетность, чтобы он мог увидеть и сделать на базе этой отчетности вывод, сколько стоит ваш бизнес. Вот что значит заниматься управленческим учетом. Как это делается? Для этого существует на самом деле всего лишь три главных отчета. Три главных отчета – это пендель, прибыли и убытки по периодам. Я потом расскажу, покажу про каждый. Кэшфлоу – это движение и доступность денежных средств. И баланс – состояние компании на момент. По-простому. Если вы видите, что у вас в начале месяца было 1000 долларов, а в конце месяца у вас 500 долларов, это совсем не значит, что ваш месяц убыточный. Равно как и если за этот месяц вы продали на сумму 20 тысяч, абсолютно не значит, что вы в плюсе. То есть с помощью отчетов, о которых я сейчас рассказал, вы должны суметь правильно взглянуть на бизнес, правильно взглянуть на свои цифры и принять решение, каким был ваш месяц, прибыльным или нет, и все решения, о которых я выше говорил. Итак, давайте максимально просто дальше об этом. После того, как я расскажу про пендель, немного забегая вперед, после того, как я расскажу про пендель, про кэшфлоу и про баланс, я расскажу про два новых тула. Вот они здесь. Это автореспондер и это трекер. Причем это трекер как ключевых слов, так и трекер ревью. И скоро, в ближайшие месяцы, я думаю, осенью, мы добавим туда еще сейлс-трекер. Итак, вернемся. Три главных отчета. Начнем с самого простого. Баланс. Баланс с бухгалтерской или с управленческой точки зрения довольно сложный может быть отчет. Это некий срез вашей активности, то есть это остаток всех ваших активов на момент. Ну какие активы у Амазонщика? Какой главный актив? Конечно, это товар. Вы должны на любой момент времени видеть, зайдя, например, в закладку товара, вы должны на любой момент видеть, на какую сумму у вас товар. Да? И если вы перейдете в нашу закладку, конечно же, не товары, а склад, простите меня, то вы увидите итоговую сумму остатка на момент. Вам необходимо всегда понимать, на какую сумму у вас товар. Вам необходимо понимать, какой запас по каждой единице у вас товара. Для того, чтобы вы понимали потенциал для своей модели. Что такое баланс? Баланс и количество товара – это как бензин для автомобиля. Если у вас есть классный автомобиль, который обладает суперхарактеристиками, отличной устойчивостью, это вообще Porsche последней модели, но туда не залить бензина, то он не поедет. Или дизель. Или если Tesla не заправить, значит, не зарядить аккумулятор. Вот товары в торговом бизнесе – это бензин, без которого ваша машина не поедет. И у вас всегда должно быть достаточно бензина. Если у вас бензина слишком много, он не поместится в бак, и вы вынуждены будете, не знаю, в канистрах его таскать, вы будете морозить огромное количество денег в этих товарах. Если у вас товара слишком мало, у вас не хватит времени для того, чтобы дозаказать товар в случае, если у вас пошли продажи. Поэтому закладочка «Склад» помогает управлять вашим активом товар и помогает вам своевременно напоминать, когда вам пора заказать. Итак, первый баланс в упрощенном виде в нашем АМЗ-контроле представлен в виде остатка главного вашего актива – товара. Следующий отчет – это P&L. Что показывает P&L? Profit and Loss. Этот отчет показывает все ваши доходы и все ваши расходы за период. Может, по месяцам, может, по неделям, по дням. Как вы хотите, вы можете настраивать. Те, кто пользуются давно нашей системой, знают, как это делается. Вот здесь заходите в произвольный период, выбираете, не будем на этом долго останавливаться. Суть – как читать правильно P&L. Вот это важно, об этом я хочу рассказать. Потому что это вы все видели, об этом я во всем рассказывал. Кому интересно, посмотрите предыдущие вебинары. Как правильно читать отчет P&L? Этот отчет показывает жизнеспособность вашей модели. Он показывает, в принципе, ваша модель прибыльная. То есть от того, что вы продали товара на 15 тысяч евро, абсолютно не говорит ничего о вашем заработке. Вы можете продавать товара на 15 и заработать 2 300, а потом продать товара на 17 800 и заработать при этом 1700, потому что у вас были какие-то дополнительные расходы. Так вот, P&L помогает вам ежемесячно отслеживать, прибыльная ли у вас модель. То есть модель вашего бизнеса. Модель вашего бизнеса – прибыльная ли она, в принципе. Если в нее залить бензин, то есть купить товаров и начать их продавать, она, в принципе, дает вам этот товар или этот портфель товаров, эта совокупность товаров, которую вы закладываете и начинаете продавать. Они вам, в принципе, дают деньги. Вот так вы отслеживаете. Если вы на какой-то момент видите, что у вас P&L минусовой, это говорит о том, что вам нужно анализировать каждую из составляющих данной модели, а именно доходные составляющие, то есть валовые продажи и, самое главное, расходные составляющие. И уже принимать решение – это временная ситуация, либо, в принципе, этот товар не получается вывести на нужные высоты. Но еще раз повторяю, P&L абсолютно не показывает, можете ли вы вывезти сейчас деньги. Он не отвечает. Он показывает вам, насколько ваша модель, бизнес-модель прибыльна в принципе. Но P&L не позволяет нам ответить на один из вопросов, о которых я говорил ранее. А именно, как мне понять, какую сумму денег я могу сейчас вывезти из компании. Вот я смотрю, что за август я заработал 2300 евро. Ну, замечательно. И теперь мне нужно принять решение, могу ли я забрать все эти 2300 евро. Непонятно. Непонятно, могу ли я их забрать. Нужно посмотреть на несколько цифр. Первое. Нужно посмотреть на склад, то есть на свой актив, посмотреть, насколько там большой запас. А потом, приняв решение, согласно складу о закупке, необходимо посмотреть на доступность денежных средств. Потому что вы могли заработать 2300, а у вас еще лежало 5. И, соответственно, у вас в принципе в обороте уже достаточно денег, и вы можете закупать и все эти 2300 забрать. А возможно, у вас лежало всего 2, да. 2300 вы заработали, у вас стало 4300. А для того, чтобы закупить товар, вам нужно 6. То есть вам еще нужно не то, что вытащить эти 2300, а доложить. Так вот, отчет, который позволяет вам управлять движением денежных средств, называется кэшфлоу. Кэшфлоу, повторим, склад показывает вам остаток на момент, пендель показывает вам в принципе прибыльность вашей модели, да. И кэшфлоу, наш новый отчет, каждый из вас сможет его увидеть в своей системе. Те, кто уже зарегистрирован, смогут в этот четверг уже увидеть у себя в меню, сейчас пока нет, это демонстрационная версия, смогут увидеть этот отчет. Как он работает и как его правильно читать. Во-первых, что здесь за составляющие? В этом отчете вы видите payout и investment. Investment и payout. То есть зеленые столбцы – это деньги, которые входят в ваш бизнес. То есть это деньги, которые приходят вам на счет. Payout от Амазона и деньги, которые вы докладываете в бизнес. Красная колонка, красный столбик – это деньги, которые выходят из вашего бизнеса. Это expenses, расходы. Это purchasing, то есть это заказы товаров. Это дивиденды. То есть деньги, которые вы просто вытаскиваете из бизнеса, как свою зарплату. Таким образом, за любой период, да, сейчас мы задали три месяца по payout. За любой период вы можете увидеть, что у вас было вот такой столбик у вас был приходов денег и вот такой расходов. И также мы видим две линии. Difference – это, естественно, разница между приходами и расходами. То есть вот мы видим, что здесь мы просели очень серьезно. Здесь у нас было гораздо больше расходов, чем приходов. А синяя линия – это ваш баланс. Это как раз то количество денег, которыми вы обладаете на момент. То есть до вот этой линии – это количество денег, которыми вы обладаете на момент. А после пунктирной линии – это прогноз. То есть наша система анализирует предыдущие ваши значения и прогнозирует payout, и прогнозирует расходы. И вы можете, в принципе, увидеть и планировать, сколько денег у вас будет с учетом будущих payout, с учетом будущих расходов, заказов товаров. Также вы можете увидеть эту информацию не только в графическом выражении, но и в виде таблицы. Обратите внимание, что expenses подтягиваются сюда автоматически из закладки расходы. Payout подтягиваются автоматически из Амазон. Все, что вам нужно сюда вносить – это докладывание денег, investment, изъятие денег из бизнеса в виде дивидендов, зарплаты себе. Это dividends. Именно себе, как владельцу. Потому что если вы выплачиваете зарплату с каким-то сотрудником, то это expensive. И purchasing, то есть заказ товара. Соответственно, вы в эту таблицу с помощью кнопки «Добавить» заносите три этих показателя. Прогноз считается автоматическим. И на любой момент, благодаря этим трем отчетам, вы видите актив ваш, главный товар. Вы видите прибыльность вашей модели за любой период, за неделю, за месяц. В принципе, прибыльна ли ваша модель, приносит ли она прибыль с точки зрения доходов, расходов. И вы видите кэшлоу, вы видите доступность денежных средств. И вы видите по payout, не по месяцам, а по payout. Каждый из пайаутов, каждый из этих этапов, он был у вас плюсовым или минусовым. Вот это я хотел рассказать. Наверное, это первая часть. Я готов послушать вопросы, комментарии. Денис, друзья. Думаешь, будут вопросы, комментарии на данный момент? Не знаю. Если есть, скажите. Если нет, я продолжу. Ну, давай сейчас посмотрим. У меня, в принципе, нет вопросов, потому что я пользуюсь программой достаточно уже давно. Вот этих вещей не было. У меня сложная тема. Этого не было. Этого не было. То есть, и на данный момент нет. Из-за этого очень сложно задавать вопросы, что ты еще не попробовал. По выводам, вот по выводам вот этих всех вещей, как я вот смотрю, здесь очень надо много вносить тогда будет в эту программу, потому что я так не вношу. Потому что, например, товарные остатки у меня лежат на преб-центре все. То есть, из-за этого сложно ввести логистика преб-центр Китая. То есть, ну, уже, знаешь, такая, то есть, уже второй надо уровень вводить, фильтр. Потому что, ну, практически неактуально на Амазоне держать все остатки. По причине того, тупо места не хватает. У меня, ну, просто, я не знаю, 5000 на новый аккаунт привезти. Если ты везешь 2-3 из Каю, ну, просто по 1500. То есть, с точки зрения, мы добавим обязательно остатки и на преб-центр, но говорить о самом движении денег, тебе особо вносить не надо. Только вноси строчки «закупка товаров», и вот у тебя автоматический кэш. Вот, вот это единственное, вот именно то, что какие данные вносить, потому что закупку товара, если только вносить, ну, тогда это достаточно. Потому что я вношу на данный момент только себестоимость. Да, тебе надо будет вносить, кроме себестоимости, просто раз в месяц или раз в пару месяцев внести одну строчку «закупки товара», и ты всегда сможешь увидеть… Да, «закупка товара» – это у нас получается… Да, конечно. Денис, понимаешь идею? То есть, ты увидишь не просто, сколько я заработаю, да, а ты сможешь увидеть именно прогнозировать доступный свой кэш. Это очень важно. Закупка, 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 понятно, но надо туда еще вносить уже и доставку, потому что это входит в состав основных затрат. Да, 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 да. Постоянно. Я про логистику хотел сказать, да. Ну, так вы… Она зачастую достаточно высокая. Она бывает выше, она бывает выше. А вы можете… Да, она бывает выше того, чем товар, да. Да, 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 но вы… Именно «пюрчисинг» – это не только закупка конкретной цены товара, это деньги, потраченные на покупку товара. Ну, понятно, туда можно засовывать и всяких экспекторов, всякие там накладные дополнительные расходы. Абсолютно. То есть, ребят, вы в этой форме, еще раз говорю, если в дешборде вы видите в реальном времени, как продается ваш товар, да, то он продался, и система считает, что вы уже заработали, но деньги вы еще не получили. Пока еще будет паяут, понимаете? А кэшлоу смотрит на ситуацию с другой стороны. Он конкретно прыгает от паяутов. Он конкретно показывает бабки, которыми вы обладаете на момент. То есть он считает, что деньги ваши, когда они лежат у вас на счете. И кэшлоу показывает не просто какую-то мифическую прибыль, которая придет к вам немножко позже, а он показывает конкретно на каждый момент, на каждый период, сколько денег вы можете просто взять и дотронуться до них рукой. Ну, пока на данный момент я не понимаю, как это использовать, потому что я вижу конец месяца, месяц прошел, я вижу отличные данные, потому что моих аккаунтов, ты знаешь, помимо того, что это еще и много аккаунтов бывает, вот, и то я даже загрузил вам не все аккаунты далеко, а получается смысл такой, что я конец месяца смотрю, и, как правило, у меня есть много друзей, и там у всех своя статистика, все же ведут статистику по-разному, у меня есть такая статистика, то есть сколько я заработаю, сколько потратил на PPC. Вот, извиняюсь, секундочку. Окей. Так, пока Денис у нас отошел, и если вопросов дальше нет, то давайте я расскажу вам. Ну вот, я сейчас расскажу. То есть, получается, когда я посмотрел, я понимаю, на чем мне дальше работать, потому что у меня проблема такая, у меня нормальный вариант, когда я заработал столько же, сколько потратил на PPC. Я, соответственно, понимаю, где мой потенциал. То есть, с этих мне данных достаточно. Я понимаю, вот у меня в этом месяце был один аккаунт, который мне принес убытка, там, полторы тысячи долларов, вот, потому что он не работал, ну, там, свои моменты. Ты решаешь столько денег. Да, да, я вижу, я вижу, раз посмотрел, да. Я, соответственно, у меня в основном вот именно, сколько я заработал, сколько потратил на PPC. То есть, я другими данными их не использую, потому что кэш я свой оцениваю в кармане, который у меня есть на пионере, на другом пионере, на третьем пионере. То есть, я вижу, соответственно, я ими работаю, работаю, то есть, вот в таком. Это я понимаю, что это не точная, не точная информация, как бы, ну, мне не было необходимости, потому что я на данный момент реально пока еще... Значит, достаточно кэша, я за тебя очень рад. Знаешь, когда кэша много, да, и всегда с запасом. Надо все равно его учитывать, надо все равно к нему относиться аккуратно. Я понимаю, что ты говоришь. Да, потому что ситуация в какой-то момент изменится, и ты разведешь руками, и так, блин, было же все нормально, а что случилось? Вот, и желательно, пока все так хорошо, на самом деле за этим следить и прогнозировать. Ну, окей, окей. Двигаемся дальше. Я не спорю. Можно вопрос? Можно вопрос? Нужно. Ага, значит, вот у вас вообще сверхцепь по АМЗ-контролу, значит, это сделать, выстроить какую-то экосистему вокруг, значит, пользователей продавцов на Амазоне, то есть вы еще какие-то вещи собираетесь туда добавлять? Мы уже добавили, и я об этом сегодня расскажу. То есть наша задача делать много разного софта, но при этом у нас работают разные команды, мы обязательно, у нас есть, это будут, у нас будут, я расскажу об этом ближе к концу и покажу наши пакеты, у нас будет два подхода. То есть ты можешь купить как пакет из нескольких наших софтов, так можно купить и отдельно каждый софт. Но наша задача снабдить продавцов на Амазоне набором самого необходимого софта за самые доступные деньги на рынке. Вот такая цель. Ну, получается, по большому счету оптом, чтобы люди получили в одном месте все то, что, все необходимое. Кто хочет, получит в одном месте. А кто, например, не хочет, может купить любой из наших тулов отдельно. Ну, я об этом говорю. Кому как удобно. 1С, 1С, понятно. Учитывая, что я владелец компании, которая занимается автоматизацией бизнеса на платформе 1С, 19 лет, то не мудрено, что вы провели такую аналогию. Ага. Хорошо. Только с учетом своего опыта 19-летнего, я постарался сделать так, чтобы это выглядело и чувствовалось не как 1С ни в коем случае. Потому что 1С – это замечательная программа, но с точки зрения юзабилити интерфейса, это, к сожалению… Полное безобразие. Полное безобразие, да. Я как владелец также еще своей веб-студии 10 лет, вот, из этих 19 последних. Могу сказать, что после того, как я открыл веб-студию, и мы там делали много-много разных сайтов, да, вот, разных интерфейсов и приложений и всего прочего, я там еще более, там, если лет 10 назад меня бы обидело какие-то такие высказывания про 1С, да, то сейчас я там первый, кто об этом скажет. Вот, но там много всего хорошего и большой опыт у нас есть автоматизации бизнес-процессов и управления компаниями, внедрения различных ERP-систем. Поэтому у нас потихонечку так выстраивается такая простая ERP-шечка, максимально упрощенная ERP-шечка для продавцов на Амазоне. Да, все будем парусом пользоваться в будущем. Ну, посмотрим, 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 парус парусом. Но, значит, ветра нам паруса, движемся дальше, друзья. Итак, на данный момент, что из себя представляет пакет IndieControl? Это три, значит, ну, в первую очередь, это анализ прибыльности, и надо понимать, что это наша core-функция, и это наша самая основная функция, и мы с этого начинали, и мы этому уделяем очень много внимания, и мы будем уделять этому еще очень много внимания, да. И дополнительно к этой функции мы добавили несколько функций, о которых я сейчас расскажу. Первое. Это, давайте начнем с автореспондера. В двух словах, вдруг кто не знает, автореспондер – это система автоматической рассылки e-mailов всем вашим покупателям с целью, там, мотивировать их, оставить отзыв, да. Как это работает? Вы заходите в меню автореспондера, обратите внимание, что в скобочках у нас написано «бета», но не волнуйтесь, мы уже в «бете» сколько уже, месяцок, наверное, полтора, вот, и на следующей неделе «бета» у нас заканчивается. Так что все, кто ждал, может в пятницу спокойно, значит, прийти к нам на сайт или там в настройки зайти и выбрать подходящий пакет. А еще я вас сегодня всех обрадую, кто уже смотрел на пакеты, наверное, заметил определенный или запомнил определенное количество, значит, e-mailов. Так вот, сегодня мы их увеличили в три раза, вот, по большинству пакетов. Так вот, автореспондер, значит, переходя в подменю автореспондера, мы теперь видим три подменю, да, в меню автореспондера мы видим три подменю. Компании, товары, заказы. Компании – это список компаний, где вы настраиваете письма. Сейчас я объясню, как это работает. Закладка товары – это список ваших товаров, где вы видите, задействован ли данный товар в какой-то компании. Что мы видим здесь? Мы видим, что только два товара, да, задействованы в компании. Для остальных товаров компании не настроены. Если они будут продаваться, письма просылаться не будут. Возможно, это ваше решение. Возможно, вы понимаете, что вы еще что-то не донасковали. Дальше. Товары вы называете в SEO-целях и прочее абсолютно по-разному. А в письме вы бы хотели, чтобы товар назывался как-нибудь нежно и коротко. Поэтому проставляйте для каждого из своих товаров никнейм. Заказы. Собственно, это статистика и это мониторинг отправленных вами, обработанных вами заказов. Что мы здесь видим? Мы видим дату заказа, дату отгрузки, дату доставки. Номер заказа. Магазин, на котором осуществилась продажа. Продукт, который был продан в этом заказе. Компания, которая отработала и была прикреплена к этому заказу. И статус. Наведя на любой статус, вы увидите вот такое вот объяснение. Что письма не будут отправлены, так как заказ не соответствует настройкам ни одной компании. Так как данный товар не учтен ни в одной компании, соответственно, и этот заказ, продавший этот товар, обработан не будет. Этот товар был учтен, поэтому обработан. Этот товар был учтен, но пока не обработан, так как мы ожидаем данные покупателя для отправки письма. Дело в том, что Amazon дает данные порциями. То есть он дает сначала информацию о заказе, он дает сначала информацию о товарах, но не сообщает информацию покупателя, а сообщает ее несколько позже. И как только он ее сообщит нам, программа автоматически поймает эту ситуацию и переведет, собственно говоря, отправит письмо и переведет данный заказ в состоянии все отправленные. Почему все, вы, наверное, должны понять, потому что у нас будет серия писем, и на следующей неделе мы выпустим в релиз возможность отправлять не только одно письмо по компании, но и серию писем. Также обратите внимание на эти три точечки, нажимаешь, и можно добавить черный список данного покупателя. Мало ли, оставил отрицательный отзыв, или вам что-то написал гневно и так далее, вы просто добавляете его в черный список, и больше никогда этому покупателю, если он у вас что-то купит, не будет отправляться письмо. Но вернемся к компании. Собственно говоря, в товарах вы выводите никнеймы, в заказах вы отслеживаете ситуацию по отправленным письмам. По-хорошему вам нужно зайти в компанию, один раз все настроить и больше сюда не заходить и не париться, просто радоваться полученным отзывам и отслеживать их в трекере, о чем я вам сейчас позже и расскажу. Итак, собственно говоря, автореспондер. Нажав кнопочку «Добавить», мы увидим вот такую вот форму, мы даем название нашей компании, мы можем выбрать один из трех видов. Тест – это означает, что письма будут отправляться только на ваш email. «Неактивно» означает, что данная компания неактивна, вы, видимо, ее настроили, но пока еще не донастроили, и хотите быть уверенным, что по ней письма отправляться не будут. И «активно» означает, что письма будут отправляться. Также вы можете здесь выбрать дату, пока что семь дней назад. Соответственно, все заказы, которые были в системе семь дней назад, также будут этой компанией обработаны. Количество этих дней мы будем увеличивать. Денис мне сегодня об этом говорил, а еще в конце об этом поговорим. И поспрашиваем вас, может быть, кто-то уже пользовался или пользовался какими-то другими системами. И, соответственно, поговорим о том, как далеко вы бы хотели назад это количество дней установить. Также вы можете нажать кнопочку «Расширенные настройки» и здесь почитать абсолютно интуитивные штуки, настроить себе магазины. То есть вы, например, хотите настроить компании разные. Одну компанию на немецком языке, другую компанию на английском языке. Вы, если торгуете в Европе, это важно, да? А если вы в Америке только торгуете, ну тогда никаких проблем, у вас здесь будет автоматически стоять Amazon.com и все. Но если вы, например, торгуете в Европе, то, конечно же, вы хотели настроить компанию на испанском языке, значит, на Испанию, на немецком, на Германию и прочее, да? Ну, в данном случае у нас, видите, стоят все страны, галочка. И, соответственно, список маркетплейсов, но можно выбрать и все. Значит, дальше. Кроме этих настроек, у вас есть еще три настройки по продуктам. То есть либо вы применяете данную компанию для всех продуктов, либо вы применяете компанию для выбранных продуктов, да? Вот здесь вы их выбираете из списка. Либо вы применяете компанию для всех продуктов, кроме выбранных. Собственно, вот оно и все. Далее вы нажимаете кнопочку «Добавить» и у вас открывается вот такая настройка письма. Скоро, также в четверг, на следующей неделе, к концу дня, вместе с серией писем мы выпустим возможность добавлять оттачи к письмам. К письмам вот здесь вот будет у нас кнопочка «Добавить оттач». Об этом многие просили. Естественно, это мы сделаем. Обратите внимание на список огромных параметров, которые мы здесь используем. То есть вы можете любой из этих параметров использовать в письме, и дальше при отправке он автоматически будет подменен. Также обратите внимание, что параметры можно использовать и в теме письма. Они там также обрабатываются. У нас есть шаблон письма, неплохо работает, по отзывам Дениса. На следующей неделе добавятся еще новых три шаблона. Обратите внимание на ссылку вот эту «Запрещенные активности и действия». Нажмите на нее, почитайте. Это статья от Амазона «Че можно, че нельзя». Кроме того, есть возможность перевести данный текст в режим HTML, и почитайте об этом здесь. И настроить по цветам, и как вы хотите, по размерам. Вы можете вставлять в этот готовый HTML-код, и у вас будет все, что вам нужно. Так вот, дальше. Это уже заделок для серии писем. Например, вы хотите, чтобы первое письмо отправлялось один день после доставки, второе письмо отправлялось на пятый день после доставки, а третье письмо на девятый день после доставки. Наверное, это много. Наверное, лучше первый, четвертый и седьмой. Но уже у всех свои стратегии. Что я вам советую делать? Это настраивать разные компании с разными условиями, пробовать ваших клиентов, пробовать тестировать АБТС. То есть настроили одну компанию, отследили, посмотрели конверсию, посмотрели, как у вас возвращаются отзывы, настроили другую компанию, покрутили одну компанию неделю, покрутили другую компанию с другими настройками здесь, покрутили еще неделю третью компанию с другим текстом. И вот так вот АБ-тестингом. АБ-тестинг, для тех, кто не знает, это вариант А, вариант Б, и вы, соответственно, тестите. В нашем случае это может быть А, Б, С, Д, Е, Ф и прочие тесты. То есть вам нужно постоянно пробовать что-то новое и смотреть, замерять результат. Потому что если ты не измеряешь, ты не управляешь. Вот Денису повезло, у него просто много денег на картах, поэтому он может просто смотреть сумму на картах. Но не всем так повезло, как Денису, поэтому нужно обязательно прогнозировать, считать и замерять все ваши действия. Все медленно завидуем Денису и задаем вопросы. Ну мы ждем тогда аналитику. Большое количество денег на картах, конечно, шутка-громка, но в любом случае нам нужна однозначно аналитика, то есть открывание писем. Все вот эти вещи. Да, это все будет. Да, потому что пока АБ-тестинг у нас такой будет, но чисто пришли отзывы или не пришли, это все-таки неправильно. Потому что мы решать должны задачи по плану, то есть как все, все должны смотреть. Открыть их. У нас здесь так же, как в анализе прибыльности, в автореспондере появится здесь дэшборд и в осенью уже, я думаю, даже возможно в сентябре вы увидите здесь дэшборд и у вас будет возможность видеть аналитику по отправлению. Отправленным, открытым. Ну да, я попользовался, то есть на данный момент пользуюсь одним письмом. Первый день, когда мы это все запустили, мы потестили, посмотрели. Две были проблемы у нас. Первая проблема на тесте, это мы в HTML засунули фотографии, то есть на письмо с фотографией, чтобы было понимание у человека, что за товар, о каком товаре идет разговор. Мне кажется, картинка гораздо удобнее. Половина писем приходили без картинки. Я на это обратил внимание, должны были исправить. Второй момент, у нас было много писем пришло о том, что мы поставили через один день после получения товара, что товар мы еще не получили, что мы его не получали, ну и так далее. Мы сейчас сдвинули на двое суток и опять же вам сказали, чтобы посмотреть. Да-да-да, само собой. Просто тут еще нужно понимать, что Amazon говорит после даты доставки, но дата доставки, она даже называется у Amazon прогнозируемая дата доставки. Вот, то есть Amazon прогнозирует эту дату, но иногда он ее сам не выполняет, поэтому мы бы советовали ставить действительно два-три дня после доставки, чтобы вы были точно уверены, что товар доставлен. Ну и обратите внимание на то, что написано в скобочках, это все-таки еще бета, поэтому мы вам всем советуем, конечно же, посмотреть, и мы благодарны всем, кто участвует в бете, кто не может дождаться релиза, потому что благодаря вам мы отлаживаем наш продукт, сыграем фидбэки, у нас уже десятки пользователей загрузили туда свои, отправляют письма, получают отзывы. Ну это все-таки была бета, да, поэтому надо понимать. Как только вы увидите, что бета исчезла, ждем ваших претензий в полном объеме. А пока это помощь, нормальная ситуация. Да, просьба, комментарий по поводу, сколько дней надо, чтобы вытаскивать предыдущие письма, потому что... Да, какие есть мнения? У меня можно вопрос, да? Значит, в Зонмастере, которым я пользуюсь, там, например, нету связи между, ну не видно, не видна связь между именем, значит, заказчика и его никнеймом на Амазоне там, какой-нибудь там, то есть там он какой-нибудь там Джон Кэш, да, там, значит, а там он какой-нибудь там ба-ба-ба-ба-ба. У вас есть такое соединение вообще, чтобы уже не мучиться и понимать, да, кто это вообще и когда? Сейчас я скажу. По-моему, недавно мы добавили параметр. То ли бы добавили, то ли будет, то ли вот это. В общем, как раз параметр, о котором вы говорите, который содержит в себе не просто имя, фамилию, а именно... Номер ордера, ты имеешь в виду? В общем, я сейчас не могу вам точно ответить, но что... Да, номер ордера, имя покупателя и его никнейм на Амазоне. Вот номер ордера у нас есть, имя покупателя у нас есть и вот никнейм на Амазоне, по-моему, у нас тоже был. Но если вы напишите нам на суппорте, я буду очень вам благодарен, тогда я дерну своих спецов и они вам точно ответят. А если вдруг окажется, что нет, мы обязательно добавим. Кстати, зонмастер. Зонмастер, я сразу хочу всем сказать, кто пользуется зонмастером, вы же платите там 10 долларов за 5000 писем, правильно? Есть такое дело, да. Есть, видите, мы подкованы. Так вот, как я сегодня уже сказал, мы решили нагнуть и сделать для вас приятное. И в профессионале, где 6000 заказов, вместо 1500 заказов, мы засунули 6000 заказов. То есть сейчас у вас за те же 10 долларов, например, вы находитесь на фондарте и платите 19. За те же 10 долларов, которые вы платите зонмастеру, вы можете купить профессионал и получить не 5000, а 6000 писем. Кроме этого, вы получаете трекер, да, и вы получаете, собственно говоря, все вышеозначенные профиты и так далее. То есть за 10 долларов вы получаете больше писем, чем зонмастер и еще плюс трекер. Также обратите внимание на наши новые полугодовые пакеты и годовые пакеты со скидкой. Вот это хотел сказать к слову о зонмастере. Там зонмастер... Вот еще вопрос, какой я пока не забыл. Значит, у вас там отражаются как и ревью и фидбэки, да? Ну, сейчас мы дойдем до этого, про трекер. А, все, да. Давайте про автореспондер сначала, да, про трекер... А это про автореспондер как раз и есть. В зонмастере есть отдельная графа. Отзывы и фидбэки. Фидбэки, да. Просто молодцы. Значит, значит, они молодцы. А есть ли у них трекер кейквордов? Нет, нету. Она чисто почтовая тема. Все, проиграл в зонмастер. За 10 долларов вы получили у нас больше. Продано. Еще вопрос. Мы проверим, чтобы не стать жертвами удачной презентации. Мне уже приятно, что вы использовали слово удачное. Я прощу. Вот. Но будем посмотреть. И самое главное, тот, кто наблюдает за нами не первый месяц, а кто-то и не первый год, все видят, что мы постоянно развиваемся, мы инвестируем очень много денег ежемесячно в развитие. И мы будем только больше и только круче. На данный момент вот вопрос. Это будет изменяться, то есть в ревью и фидбэке? Вообще в плане? Все будет меняться. Мы собираем... От того, что мы выходим в релиз, это абсолютно не значит, что мы не будем развиваться. Абсолютно все ваши пожелания рассматриваются. Конечно, не все делаются сразу, но у нас очень простая логика. Если мы видим, что какую-то фичу просит большое количество пользователей, она автоматически поднимается в списке приоритетов наверх. Вот и все. Ну, я могу сказать тебе по поводу этого. Зонмастер приподнялся не только за счет дешевой цены, то есть он так резко и бурно залетел к нам в сообщество, а они на начальном этапе, когда толком никто это не делал, они давали нам почту, потому что мы хотим работать с негативными отзывами, то есть он нам давал возможность получить вот эти почты. На данный момент, кроме зонпейджа, каким-то там левыми непонятными способами, которые они продают поштучно за имейлы их покупателей, вот, чтобы создавать аудиторию. То есть, может быть, нужна какая-то уникальная фишка, тогда это и выстрелить, как ракета просто-напросто. И зонмастер на данный момент в российском сообществе именно за счет имейлов и вылетел. Сейчас на данный момент они их не могут показывать, то есть мы не видим ни негатива, то есть у всех была разная задача, кто-то там аудиторию строил, кто-то негатив собирал и общался с этими покупателями, которые писали негативные отзывы. Вот, то есть вот еще над этим надо тоже думать. У нас будут обязательно свои фишки, но на данный момент мы хотим закрыть базовые потребности для того, чтобы человек один раз зашел в нашу систему, посмотрел прибыль, настроил трекер. Ну, понятно. Я просто тебе сказал о том, что конкретно потребность абсолютно в большинстве могу точно сказать. На данный момент, кроме зонпейджа, никто почту вскрыть не может. Раньше это был зонмастер. Все. Будем думать. Спасибо, Денис. Да, это имейте просто в виду, вот и все. Вернусь обратно, то есть кто здесь есть, по поводу, насколько назад… Вот зонмастер, насколько у нас назад идет? То есть сколько он предыдущих может писать? Давайте, мы же сравниваемся с зонмастером, например. Кто пользуется сейвсбекером, фидбэкфайф, фидбэкджениус? Кто чем пользуется, скажите? Ну, к сожалению, мы с самого начала на зонмастере работали, да, и в принципе сравнить с нищим. Но один, ну, сразу могу сказать, что это, по-моему, одна из самых удобных программ по тому, как у них дэшборд выстроен. Одна из самых удобных вообще программ, ну, вот по подачам своей. Может быть, там особенности не так каких-то, кроме дешевой цены, значит, особенности остальные не так выражены, но там вот то, что называется интуитивно понятный интерфейс. Короче, вам нравится их дэшборд? Он, скажем так, такой антидураковый, в общем. Антидураковый. Значит, мы решили, откуда будем брать и вдохновляться дэшбордом. Спасибо большое, спасибо. Ну, все-таки по зонмастеру, по количеству писем назад, не знаю сколько? Да, да, кто знает? Я просто уже не помню. Письма назад, что ты имеешь в виду? Ну, то, что ты сейчас, например, запускаешь зонмастер, а товар я продаю 10 лет уже. Но, к сожалению, они, по-моему, все подгружают только с того момента, как раз, с момента запуска программы. Нет, нет. А мы 7 дней назад. Так мы еще и круче дэшбордом получаем? Нет, нет, зонмастер, насколько я знаю, без ограничений. Слушай, я, давай я посмотрю, я так не могу сказать. Смотри, я просто не помню. Я зонмастером 1000 лет не пользуюсь. Я вообще начинал с этого самого, как его звать? Нет, я с какой-то программы читал 2 года назад. Уже даже не помню, как называется. Да это, по-моему, Фидбэк Джейниус. Нет, им я не пользовался. Нет, я пользовался. Забыл. Память моя уже совсем плохая. Записывай. Вот. Тоже какой-то легкой программы. Попробовал, потестил пару месяцев, и у меня ничего не получилось. И так я не понял, как получать отзывы, и плюнул на это. В конечном итоге, вот сейчас, мы уже как раз, мы на несколько аккаунтов. А, кстати, мне не понравилось, что. Могу сразу сказать. Мне там не понравилось у зонмастера то, что на каждый аккаунт мне надо отдельно заводить. Это очень удобно. А если мне 50 аккаунтов, и я, например, там заказал самый дорогой тариф, он нифигачит все. А здесь общий. И здесь вот у меня, например, сейчас подключен вам за контрол, по-моему, 7 аккаунтов, и несколько я удалил. И я на все, по этому тарифу у меня идет усредненный. Попробуем один выгодный пакет. Да, да, да. Это проблема. Нам тоже отказали, значит, в том, чтобы на один дэшборд засунуть второй аккаунт. Да, вот это вот очень удобно здесь. Это факт. И мне... Это да, это правда. Я на зонмастер как раз несколько аккаунтов подцепили. На некоторых оплатили уже. То есть начали. И как раз у контрола появился вот этот вот автореспондер. Ну, то есть сейчас с отзывами беда. Мы сейчас уже хватаемся за все подряд. То есть автореспондер, вкладыши. То, что я плевался 3 года назад, когда об этом разговаривали, не поймешь о чем. Сейчас на данный момент других вариантов нет. Сейчас вариант через автореспондеры, как просунуть еще ссылку на что-нибудь там. Кстати, кстати, у меня на эту тему тоже вопрос. Потому что я, например, сейчас мы сделали такую штуку, что человек у нас получает вкладыш. Он идет на сайт, на котором он оставит Google форма, которую он заполняет. И после этого уже он, скажем так, отдает свои все данные. Соответственно, уже дальше я веду с ним беседу. И получается история такая, что меня даже не сами шаблоны письма интересуют, а вот алгоритм взаимодействия с покупателем, так, чтобы с ним разговаривать за этот подарочек. Мы сейчас алгоритм делаем, да, это вот эти туннели так называемые, как я понимаю. Ну, все эти, да, там, воронки продаж и всякие. Да, да, то есть вот эти все вещи, мы как раз вот перед вот этим вебинаром начали как раз на сайте это все прописывать. И сейчас как раз у нас идет спор, мы перекидываем или работаем на сайте, или перекидываем их мессенджер, чтобы мессенджеры типа лучше. Вот, вот мы как раз к этому придем. Ну, как сделаю, расскажу вам на нашем сайте. Ага, ага, хорошо. Вот, я просто сейчас закончу про алгоритм, что получается так, чтобы большинство, ну, половина, примерно, покупателей, она, несмотря на то, что заполняет Google форму, она не отвечает. Вот, и несмотря на обещанный подарок, его, например, все равно высылаешь. И поэтому получается, что приходится специальное вредное такое письмо присылать. Здравствуйте, значит, а вам, вот, что лучше, это, это или то, значит, там, подарить на выбор, да? Вот, и тогда только человек, когда он вынужден ставить перед ним проблему выбора, тогда он начинает обещать. Потому что, в принципе, конечно, человек, заполнивший Google форму на сайте, это уже по большому счету героин. Ну, Google форму я вообще, то есть, весь смысл всегда, все это, вот этих всех, то есть, как бы, прокачиваемся, никогда я сайтами и всем остальным этим не занимался, но прокачивают нас ребята, которые всю жизнь этим занимались. Я занимался чуть другим, вот, они, это, в принципе, логично, Google форма – это жесткий вариант, это надо очень быть ему мотивированным. Соответственно, я, как понимаю, минимальное количество действий. То есть, первое, минимальное количество действий, а наша задача его просто направить. Вот этими двумя-тремя вопросами, чтобы он, ну, вообще ничего не делал и получил свой подарок. Вот. Вопрос, как, чтобы он сделает отзыв. Во-первых, у нас есть момент, это негатив, который дает Амазон. Он, как бы, запрещает выпрачивать отзывы. Хотя сам их покупает за 3 баксов. Отдейте классную идею, которую мы собираемся внедрить, и это может быть очень интересно. Насчет того, что Амазон, Амазон же не запрещает высылать инвойсинг. Да. Так вот, мы собираемся сделать в будущем тоже такую функцию, как инвойсинг. То есть, у вас же есть вся информация о покупателе, и вы ему можете спокойно… У нас ее нет информации. У нас есть информация только через Амазон. А Амазон, он очень… Это понятно, но вы можете отправлять ему инвойс на этот заказ. И, соответственно, вы можете сделать такое письмо, где его цель явно декларируемая – это отправить инвойс. Чтобы вы понимали, в Германии вообще запрещено выпрашивать отзывы по законодательству. То есть, если вы получаете одно предупреждение, после второго вам блокируют аккаунт. В Германии так. Поэтому с помощью инвойсинга, да, вы можете спрятать это пожелание и эту просьбу о получении отзыва именно в текст письма. Кроме того, у нас на… Не понимаю. Назад открути, пожалуйста. Инвойсинг, инвойс – это накладная. Я понимаю. Ну, накладная. Обычно накладная с печати. То есть, что такое накладная… Молоком на этом самом написать, значит. Ну, да, понятно. Просто к тому, что Амазон не любит. Но если ты им отправляешь инвойс, он не может это не любить. Нет, нет, я понимаю. Объясни мне. То есть, у нас на данный момент взаимодействие… Вот я говорю вам. Некоторые вещи, они для меня загадки. То есть, я некоторые вещи понимаю, но они друг другу противоположны. Антиподы, так скажем. Первое, я понимаю, что Амазон не хочет терять собственный трафик. И, естественно, он внешний трафик игнорирует. И он просит всего вот этих вещей. То есть, он хочет, чтобы покупали только у него. Первый момент. Второй момент. Он хочет, чтобы… Мы не просили отзывы, правильно? Ну, это как бы логично, нормально. То есть, не просим. Он не хочет, чтобы вы задал. Ну, а кастомер-сервис как мы осуществлять будем? Просто мне вот это интересный вопрос. То есть, они заточены на сервисе. Самый главный сервис, сервис, сервис. Как я буду взаимодействовать? Ну, как? Вот просто все одни фильтры стоят. Я не могу им отослать. Я не могу работать с негативом. Я ничего не могу. Просто вот из-за этого я пытаюсь работать всегда всю жизнь по звонкам. То есть, я вижу какое-то направление и, соответственно, от этого отталкиваю. Здесь я не вижу звонков. То есть, они тут, соответственно, в одном отделе решили вот так сделать, в другом отделе вот так сделать. Я, соответственно, не понимаю, на кого ориентироваться. Потому что они друг другу противоречат. То есть, должен быть какой-то компромисс. Вот. Инвойсинг я что-то никак не пойму. То есть, что он мне дает. Я отправляю на... Так пускай просто докладчик расскажет подробнее. А то на самом деле... А не буду я вам рассказывать подробнее. Критиканы вы такие. Мы не критиканы. Я наоборот спрашиваю. Я просто не пойму. То есть, ты когда сказал про инвойсинг... Давай я коротко. Я коротко, чтобы не затягивать, потому что уже давно все это самое. Я коротко, а потом, когда мы это сделаем, сделаем отдельную презентацию. Еще раз. Давай. В Европе ты не имеешь права по законодательству, в принципе, писать на почту клиента. Ты не имеешь права этого делать. Если он тебя об этом не попросил, да, если он не поставил галочку «я хочу получать от тебя письма», ты не имеешь права писать ему. Это классифицируется как спам. Но, если ты отправляешь ему инвойс, то у тебя есть моральное право ему отправить инвойс, да, потому что это инвойс на его покупку. То есть, ты благодаря приложенному к письму инвойсу как бы обходишь законодательство и даешь себе законное право этому письму быть законным. Ты узаканиваешь это письмо благодаря приложенному инвойсу. Я ничего, ничего, ребят, я просто инвойс человеку отправил. Ну, в тексте я намекнул на то, что всегда благодарен за то, что мне оставят отца. Но, в принципе, это было письмо про инвойс. Вот в чем идея, в основном для европейских. Ну, это я понял, о чем ты говоришь. То есть, это именно код, так как в Америке мы письма можем послать, нам инвойс сильно не поможет, потому что он не поможет нам. Ну, окей. Я, кстати, секундочку хотел просто единственное сказать про Google форму, пока из головы не вылетело. Тебе такая наметка, значит, Денис, там, что когда человек заполняет Google форму, то очень интересно, значит, в конце просто-напросто это называется, можно написать так называемый one-time offer. То есть, когда человек уже даже, он сделал то единственное движение, заполнил Google форму, ему можно еще вот специальное предложение, ну, там, типа, а вот этот товар вы можете еще купить за один бакс. Вы не только, значит, подарочек получите, но еще можете купить что-то такое, там, я не знаю, там, за один доллар со скидкой 50%. Ну, это однократное предложение такое. И получается, что человек, он, не в смысле ты ему еще даришь какую-то скидку, а просто ты его, скажем так, вместо одной единицы товара, да, ему продаешь две. Потому что, в принципе, это считается, когда человек заполняет Google форму, это считается наиболее теплая аудитория. Ну, понял. Ну, это вот так, да. Поэтому с этими алгоритмами, это как бы, это вообще сейчас самое сложное. Тест, 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 это вот действительно отписывает. Потому что даже вот мы сделаем базу вот эти вещи, на товар за 100 баксов будет одна по одному реагировать, а за 10 по-другому за 1000 по-третьему. Вот, из-за этого тут надо понимать тоже. То есть мой тест, например, за 20 долларов товар, они подают ему тесту 50 долларов товар, например. Я вот о чем. Но опыт, он в любом случае нужен. Двигаемся дальше. Да. Итак, про анализ прибылисти мы поговорили, управленческий учет вашей компании, P&L, кэшфлоу и, собственно говоря, баланс ваших товаров. Поговорили мы про автореспондер. Единственный способ, по мнению Дениса и моему, сейчас легально вообще зарабатывать отзывы. Да. И теперь давайте поговорим про трекера. Именно отслеживание отзывов и отслеживание позиций вашего товара по запрашиваемому ключевому слову. Начнем мы с отзывов. Они сейчас в бете, но уже через неделю-две выйдут из беты. Значит, обратите внимание на эту таблицу. Она очень простая. Вам ничего сюда не надо вводить. Вы просто отслеживаете эту информацию на этой странице, либо получаете оповещение на почту. Просто ставите галочку в настройках и получаете, собственно, оповещение на почту, как только вы получили отзыв. Причем как позитивный, так и негативный. И даже в случае, если у вас удалили отзыв, вы также получите эту информацию. Что мы здесь видим? Мы видим, что 4-го числа у нас было изменение по 4-м товарам. По этому товару у нас добавилось 2 отзыва по 5 звезд. По этому товару добавился 1 отзыв, 4 звезды. И по этим 2-м товарам еще 2 таких отзыва. Нажав на эту, собственно говоря, ссылочку, мы переходим на страницу отзывов. И это дело наблюдаем. С отзывами пока все. Ждем обязательно ваших пожеланий по этому поводу. Пишите и, собственно говоря, звоните. Конкурентов трекать. Что-что? Конкурентов трекать. Когда их расклеивать? Конкурентов трекать. Это сейлз трекер. То есть это трекер ключевых слов. Я по отзывам. Когда они прицепили, ты их назад. А, да, оповещение о хайджекерах этих всех. Да, это тоже будет в ближайшее время. И тоже это будет попадать как в оповещение, так и на почту. Это мы тоже обязательно за треками обязательно сделаем. Это у нас уже в списке в ближайшее-ближайшее время. Но, наверное, осень будет. Конечно, в августе не успеем. Сейчас выпускаем эти штуки, но это тоже обязательно сделаем. Так вот, ключевые слова. Собственно говоря, вышедшие недавно из беты... Так, не надо переходить сюда. Вышедшие из беты недавно тул. Вы нажимаете на кнопочку «Добавить продукт». Вводите сюда осин или линк или список осинов. Указываете, собственно говоря, любой магазин, где вы хотите трекать этот осин. И оставляете галочку «Трекинг всех вариаций» в покое. И добавляете продукт. После этого для каждого продукта вы вводите ключевые слова. Собственно говоря, нажав на кнопочку «Добавить ключевое слово», вы вводите здесь любое количество ключевых слов, которые вам нужны. И дальше система автоматически каждые 23 часа отслеживает и рисует вам вот такой вот график по дням, как меняется у вас позиция ключевого слова. Вы видите, что происходит с вашим ключевым словом за день. Вот видите. Последний день она выросла на 9 позиций, но если смотреть за 7 дней, то, видимо, она падала до этого. В общем, у вас изменение падения на одну позицию. Собственно говоря, вы устанавливаете для каждого с вашего осина любое количество ключевых слов. Также вы можете вводить два раза один и тот же осин и с помощью метки указать и сгруппировать различные ключевые слова, высокочастотные, низкочастотные, либо по какому-то другому критерию. И вы можете вводить один и тот же товар сколько угодно раз. И с помощью меток вы можете давать название группе ключевых слов и отслеживать изменения не только каждого ключевого слова, но и, соответственно, группы ключевых слов. Вот и все, что я хотел сказать. Ваши вопросы, друзья, здесь очень просто, коротко и понятно. Кто пользуется Amz1, может узнать здесь много знакомого, но и много нового. Но, в принципе, мы постарались сделать предложение выгодным как по цене, так и функционально не уступающим. А осины конкурентов точно так же вбиваются? Конкурентов точно так же, абсолютно. То есть вы вбиваете абсолютно любой осин, хоть свой, хоть конкурентов, кого хотите. А когда часто обновляется информация? 24 часа. Каждые 24 часа наша система трекает каждое ключевое слово. А во сколько? Ну, вот здесь можно посмотреть, если мы наведем, например, вот здесь видно, что в час... Я понял, все, время есть, я понял, все, вопрос. Да, да. Это, кстати, время, кто-то писал нам пожелание, мы его добавили. Кто-то писал пожелание по поводу группы меток, мы добавили. То есть во время бета-тестирования кому-то не понравилось, там дизайн не очень был понятный, группировки мы это изменили. В общем, мы очень во время бета-тестирования прислушиваемся к вашим пожеланиям. То есть мы выпускаем такой простой minimal value product, а потом, естественно, прислушиваемся к вашим замечаниям, просьбам, и наш штул становится все лучше и лучше. И на этом мы тоже не планируем... А метка, метка? Метка это место, что ли? Единственное? Метка, метка это место, что ли, какое? 65, 50, вот это вот. Метка это... Ты можешь делать название. Например, у тебя там 100 ключевых слов, 50 из них там варьируют разные цвета, или там 10 из них разные цвета. Там ты пишешь там colors, да, и всегда разные цвета. А еще группа у тебя, например, там размеры, да, там ты пишешь размеры, и здесь вводишь ключевые слова, связанные с размером. По одному и тому же товару осину, да? Да, да, да. То есть ты, соответственно, добавляешь один и тот же осин несколько раз. Именно так. Понятно. Вот, смотрите, пока вы думаете, готовите ваш супер вопрос, я хочу вам сказать, что достаточно зайти в меню настройки. Скоро оно немножко видоизменится, но пока что нужно нажать сюда, и здесь вы можете выбрать подходящий для вас пакет. Самый выгодный сейчас пакет, это пакет за 29 евро в Европе, долларов в Америке. Это вы получаете 6 тысяч заказов, 75 ключевых слов для трекинга, и 6 тысяч e-mail. В стандартном пакете, естественно, у вас некий такой демо-режим. То есть если вы начинающий, и у вас один продукт, то вам этого демо-режима выше крыши. 10 ключевых слов для одного продукта, не за глаза, но поиграться в демо-режиме хватит. 150 писем, если у вас там до 5 заказов в день, и вы только-только начинаете, вам нужно собирать первый отзыв, этого вам тоже хватит. То есть все, кто только начинает и пользуется AMZ Control сейчас, в пакете 19 долларов, начинающие получат бесплатно ключевые слова и письма. Да, немного, но для тех, кто начинает, а кто не начинает и уже рассылает много писем, то вместо зонмастера заплатите, пожалуйста, к 19 долларам дополнительные 10 долларов нам, и получите больше, чем у зонмастера. E-mail'ов у них 5, у нас 6 тысяч, и также получите 75 ключевых слов. То есть в принципе вы получаете за 5 долларов 6 тысяч слов, и за 5 долларов 6 тысяч e-mail'ов, и за 5 долларов вы получаете 75 слов. То есть на самом деле это больше, чем в два раза дешевле, чем зонмастера, если мы говорим про автореспондера. Но даже если вы сравните нас с AMZ One и с их прайсом, то вы поймете, что за 5 долларов вы ничего не сможете купить в AMZ One, даже с их всем известной 50-процентной скидкой. От 6 тысяч заказов на один аккаунт, даже бы Денис не отказывался на AMZ One. Еще раз, 6 тысяч чего? От 6 тысяч заказов на AMZ One, это ты же приятно, купил пакет, да, и получил 6 тысяч заказов на AMZ One. За 29 долларов неплохо. Не все поняли, да, не все поняли юмор, я не сразу, по крайней мере. У меня такой вопрос, это 6 тысяч писем, это вот там, например, у меня висит в вашем аккаунте, несколько своих аккаунтов, это они суммируются, да? Да, да, конечно, конечно. То есть несколько аккаунтов не суммируются. На данный момент самое главное преимущество. По поводу трекера мне непонятно, 75 слов, я просто даже не знаю, сколько я на AMZ One, там, я не знаю, там, тысячами, наверное, это самое, не помню, сколько у меня, много. Ну ладно, смысл какой вопрос? В AMZ One есть такая тема с вариациями, как у вас трекаются вариации? Вариации трекаются у нас в автоматическом режиме, собственно, так же, как у них, вот у любого слова... Через галочку? Да, есть галочка, вот я ее быстро, наверное, рассказал. Ой, я прошу прощения, вот здесь вот, когда мы делаем добавить продукт, вот, трекинг всех вариаций товара. При этом, если я не хочу, я могу там убрать эту галочку и написать только одну вариацию, отслеживать только ее, не вопрос. Да, ну, когда вариации есть, осины разные, а бывает, у вариаций нет осинов разных, но здесь уже никак не решится проблема, понятно. Вот, и здесь флажок показывает страну, собственно, магазин, в котором трекается данное слово. Ну вот, по функционалу, по, точнее, по самому нарисованию, так скажем, интерфейсу, конечно, Amzuan привычно. Я не знаю, там ничего особенного, там суперпростой, Amzuan содрал у Asin Inspector, как он там назывался, программа. А мы содрали Amzuan. Вот, Amzuan, нет, просто они прям реально взяли и сделали, ну, я не знаю, практически идеальные. Правда, я, наверное, только через год узнал про вариации. Когда мне вариации не было, просто когда ты с этим не сталкиваешься, я смотрю, трекается, не пойми что вообще. То есть по первому тут стоит, там разные и так далее, там кто-то кого-то поглощает, кто стоит. Повторять один в один, мы привносим свое. Ну, может быть, привыкнем, посмотрим. График у вас побольше, это, конечно, наверное, кому-то надо. Вот, но посмотрим. Когда тапочки старые, дряблые, но расхоженные, они всегда удобнее. Первое время. Наверное, не спорим. Наверное. Но в любом случае, тут самая главная точность информации. На днях только читал пост, человек очень сильно возмущался, как Амзе-Ван брет и вообще ничего не показывает, и непонятно, какой часовой поезд, ну и все вот эти вещи. Я не знаю. Мне кажется, на Амазоне, ну, может быть, бухгалтерские программы максимально приближены к истине, а все остальные показывают только скорость ветра или направление в лучшем случае. Из-за этого рассчитывать на то, что там Амзе-Ван или Амзе-Ван. Я вижу в динамике там с опозданием в сутки мне товар вверх пошел или вниз. Ну да. Ну да, а ключи вниз пошли. Все, да. И так каждый день, и так и идиотская ситуация. Да, да. Отставание серьезное. Ну, я, к примеру, Амзе-Ван. Вот. Так же, как и Зонмастер, это одни из самых популярных, потому что они одновременно дешевые и качественно сделаны. Вот. И есть люди, которые любят комбайны, есть люди, которые любят индивидуальные, ну, узкие, так скажем, специализированные, хорошо заточенные ножи. Ну вот, кому как нравится. Здесь посмотрим просто. Время покажет всегда. Ну, самое главное, это точность. Интерфейс, все вот эти вот нарисованности, все остальное, это как бы все равно вторично в таких программах, потому что нам важно. Вот я из-за этого говорю, почему время спрашиваю. Потому что аналитика моя происходит с утра. У них ночь прошла, сутки прошли, например, в вашей программе там, ну там, амазон у меня в 11 часов дня сейчас на данный момент обнуляется. Мне было бы очень удобно, чтобы, например, все бы обнулялось тоже в это же время. Ну, это уже какая-то культура. То есть, амазон, время там у них, там, какое-то американское, там, я не помню. Мы трекаем как раз, вот видишь, в начале, после. Это какое время? Нет. А вы трекаете в час 28. Я просто такие вот вещи, вслух говорю, технически чисто. То есть, я, например, PPC или, например, там, все эти настройки провожу, то есть, с утра я там свои дела делаю, а после вот этого обновления, то есть, новый день начался на Амазоне, я подразумеваю, что там какие-то очередные, самые последние обновления прошли, и я начинаю по ним работать. Вот, это достаточно удобно. Вот вам званы, никто вообще не знает, когда у них происходит обновление. Я постоянно не понимаю, что происходит там. Бестселеранг вверх пошел, позиции вниз пошли, и бестселеранг, точнее, наоборот. То есть, они в разнонаправленном направлении идут, не пойми, как это все связано. Так что так. В принципе, двигаемся дальше. Занимаются созданием, повторюсь, у нас работают специалисты, которые три года занимаются репрайсером, и, ну, не на Амазоне, а вообще таким, в общем, занимаются даже не столько репрайсером, сколько занимаются кроллингом профессионально очень много лет. И поэтому наш кроллинг настроен с массой оповещений, мониторингов, и для нас очень важно, чтобы каждый день, когда вы здесь открыли, навели мышечку, вы не увидели никогда пропадающий дат, никогда не увидели никаких пропущенных цифр. То есть, если мы вам обещали, что это будет каждый суть, то это происходит каждый суть. Вот, если вы видите, что что-то пропало, пишите, мы вам подарим 7 дней бесплатно за каждую ошибку, которую вы найдете. Ну, логика в любом случае понятна, мы в ночь ложимся спать, посмотрели, обновилось, наверное так, но я уже в принципе это самое. Пока вы спите, трекер, AMZ Control работает, вот так вот, проснулись, увидели новые цифры. новые цифры, они на час ночи, а не на 7 утра, а не на 8 утра. Если будет много желающих настраивать это время, мы сможем добавить такую настройку. Для нас это не так-то сложно. Не сомневаюсь. Так что, если кому-то понравилось Денис идея, пишите, мы обязательно... И не забудьте написать в Ютьюбе или в Фейсбуке о том, что сколько вы хотели бы открутить назад, чтобы рассылка работала по старым нашим продажам, на сколько, на месяц, на два, на бесконечность или меньше. Потому что надо тоже понимать, что ваши 6 тысяч писем могут улететь на старые продажи, а товар ваш может быть со временем уже умер, и не хотелось бы получать обратную связь уже. Так что, тоже надо это иметь в виду и надо, чтобы сроки были регулированы. Адекватные тоже, да. Когда у нас есть возможность поставить за год, тогда, соответственно, нам это проще сделать. это все. Как я уже сказал, пожалуйста, знакомьтесь с нашими новыми пакетами. За 29 долларов, доплатив к своему стандартному пакету 19 долларов и 19 евро, вы получаете 75 ключевых слов и вы получаете 6 тысяч имейлов. Это больше, чем у кого бы то ни было сейчас на рынке. За 10 долларов вы получаете больше имейлов, чем у кого бы то ни было на рынке. Обратите внимание, то же самое, как я уже сказал, вы получаете скорее даже не за 10 долларов, а за 5 долларов, потому что доплатив 10 долларов, вы 5 долларов тратите на ключевые слова и 5 долларов вы тратите на автореспондер. Соответственно, получить 75 ключевых слов за 5 долларов этого не предлагает никто сейчас на рынке. Так что пробуйте, экономьте свои деньги и обращайтесь. Внизу этого видео вы найдете ссылку, которую Денис с нежностью разместит и по ней вы сможете получить вместо одного месяца бесплатно, получить 2 месяца бесплатно. Когда вы будете работать в Триэле, у вас будет неограниченное количество заказов, но, к сожалению, ограниченное количество ключевых слов и всего 150 писем. Но для того, чтобы почувствовать, пощупать и посмотреть, как это работает, этого вполне достаточно. Если вы пощупали, вас устроил Триэл, выбирайте подходящий вам пакет и получайте удовольствие от программы. У меня все, друзья. 2 месяца бесплатно, мы сейчас уже давно пользуемся вашей программой, это еще 2 месяца дарите? Нет, 2 месяца для новых пользователей, для всех новых. Это не мы, да. Это не вы, извините, но вам лично 3 месяца бесплатных прямо сейчас за большое количество вопросов и предложений. Да, дай бог вам здоровья. Как об этом? Об этом надо просто написать. Вас как зовут, напомните? Меня Алексей зовут. Алексей, Алексей, напишите, что вы были на вебинаре у Михаила, меня зовут Алексей, нам на support.sobaka.mzcontrol.com. И тримеси. Да, первый пиши, а то сейчас Алексей пойдет с YouTube. Да, да, да. Не, 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 я расскажу секретное, секретное, секретное тут самое, секретное наименование аккаунта тогда. Хорошо, хорошо. Только пишите с e-mail, с которого вы зарегистрировались. Хорошо? Да. Скажите, пожалуйста, ну ладно. Да, да, да. Первую и последнюю букву вашего e-mail. Сейчас. А? Нет, давайте я вам e-mail аккаунта, наверное, тогда. А и А. А и А. Все, я запомнил. Теперь быстро Алексеи пошли регистрировать новые e-mail. Авиация, да. Да, так что быстрее пишите, Алексей. Хорошо, хорошо. Все ясно, короче. Ну, в принципе, все понятно, ссылку я скинул, работаю я тоже сам за контролом достаточно давно, попробовал я немного, вообще не приверженств, вообще большое количество программ, попробовал несколько программ по бухгалтерии, мне, в принципе, все устроило. Достаточно как раз вот именно для того, чтобы супер-пупер очень просто все работало. То есть, это такой самый главный пример. А по поводу всех остальных вот этих вещей, все потихонечку наладится, соответственно, все эти письма, не одно письмо будет, а столько, сколько нужно. Все это, так скажем, под надобности правильно допилится. Я думаю, будет работать отлично. В принципе, никаких вопросов в этом я отношения не вижу. Вот, в принципе, все. До новых встреч тогда. Как новые обновления будут? Обязательно, обязательно будем еще встречаться. Всем большое спасибо, ребят, за ваше время. Денис, Алексей, и всех, кто нас слушал, всех, кто участвовали, всем большое спасибо. Все, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok